Армянская верхушка не прочь прихватизировать оккупированную грузинскую Абхазию. Об этом уже открыто заявила кремлевская пропагандистка Маргарита Симонян, руководитель телеканала Russia Today. Строго говоря, комментировала она последние бурные события в Сухуми с митингами, захватом так называемой администрации президента, отставкой президента в кавычках Рауля Хаджимба на значение новых так называемых выборов и так далее. И по словам Симонян, абхазская история – это странным образом еще и армянский вопрос, что армян в Абхазии традиционно много, а в Сочи много выходцев оттуда. И вообще ее прадед с прабабушкой, к примеру, всю жизнь прожили в Питсунде, что, впрочем, не помешало ей попенять некоторым абхазским политикам, которые, какой ужас, вдруг вспомнили национальный вопрос. А теперь поясним. В марионеточных режимах подковерная борьба за власть идет не по-детски. Тем более, что близость к власти и распределению внешних финансовых потоков – это, по сути дела, единственная возможность здесь прибыльный бизнес. Все это присутствует и в нынешней вспышке страстей в Сухуми. Но не только. Многие независимые эксперты с самого начала отмечали – местные жители недовольны слишком большим влиянием армянской диаспоры в Абхазии. Строго говоря, армянский фактор в абхазском конфликте присутствует еще с тех времен, когда здесь устраивал расправу над мирным грузийским населением, воевавший на стороне сепаратистов армянский батальон имени Баграмена. Сегодня этнические армяне активно скупают привлекательную недвижимость, у которой чаще всего есть законные хозяева, грузийские беженцы и т.д. А должность вице-спикера, так называемого парламента местного марионечного режима, занимает Ливон Галустян, что уже явно навевает параллели с захваченным украинским Крымом, где в 90-е должность вице-спикера парламента занимал Анушаван Данилян, который затем предпочел оттуда исчезнуть, но накануне российской андексии вновь всплыл. Более того, господин Галустян на пике кризиса в интервью Ириванскому спутнику старательно уверял, что местные армяне не поддерживают ни одну из сторон конфликта. Армяне являются неотъемлемой частью многонационального народа Абхазии. В соответствии с этим у каждого есть свои симпатии, своя точка зрения. Есть армяне, которые, условно говоря, сочувствуют оппозиции. Есть такие, кто поддерживает действовавшую власть. Словом, старательно затирал армянскую, вернее, антиармянскую ноту в нынешних протестах. И вот теперь на сцену выходит госпожа Симонян, которая банально проговаривается. Во-первых, эта самая антиармянская нота в сухомских протестах присутствует. А во-вторых, и в главных, для нее есть все основания. Относительно Абхазии у армянской верхушки имеются особые планы. К тому же заявление Симонян не единственный симптом. В конце 90-х Армения даже просила у России право разместить свою военную базу в Дагомысе, близ Сочи. Это, конечно, скорее напоминало анекдот из Сирии «А атомный авианосец на озере Сиван не хотите?» Но вот если госпожа Симонян обозначает притязание на Абхазию вслух, это точно не повод похихихать. Нужно долго выстраивать версии, означает ли ее заявление, что армянскую экспансию в Абхазии готова поддержать Россия, которая теперь, на фоне роста в Абхазии, недовольства российским протекторатам, решила укрепить здесь свои позиции за счет испытанного инструмента – армян. Или же это чисто армянская инициатива. Но уж точно нет сомнений в другом. Территориальные претензии Армении к Грузии – это давно не новость. Получив подарок от Москвы Лори, в Ирване теперь не прочь переодменить Сабско-Джавахетию, Тбилиси – земли бывшего Борцалинского уезда. А теперь в фокусе армянских аппетитов оказалась оккупированная Россией Абхазия. И если вспомнить, что в Ирване пытались договариваться с ее марионетничными властями о транспортных коридорах, принимали в оккупированном Хангенде футболистов из Сухуми, а ириванский спутник, представляя того же Ливона Галустяна, не считает нужным упомянуть, что речь идет о марионетничном режиме, это уже информация к размышлению об истинном отношении к территориальной целостности Грузии властей Армении. Из чего сделать выводы должен прежде всего официальный Тбилиси.